На часах 5 вечера в отделе полиции проходит инструктаж для сотрудников ППС и кинологов, заступающих в наряд. Командиры доводят информацию о потерявшихся людях и лицах, находящихся в розыске. 2 и 3 сентября данного гражданина видели в городе Касаина. Вслед за инструктажом проводят развод. Он включает в себя проверку внешнего вида полицейских, наличие удостоверений и необходимых документов. Ведь сотрудник ППС должен выглядеть достойно. Развод проводит командир взвода Роман Зазуля. Конечно, основными задачами являются охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на улицах нашего города. Наша работа за основу исчисляется в вечернее, ночное время и все праздничные дни, без исключения тоже все наши рабочие. После развода и донесения информации сотрудники ППС отправляются в наряд нести службу. Центр города со своим напарником патрулирует младший сержант ППС Владислав Щапин. После окончания школы по собственному желанию пошел служить в армию, а затем решил, что станет полицейским. Это мечта детства. Несмотря на небольшую выслугу лет, Владислав задумывается о карьерном росте. Есть как бы такое в планах, но это в будущем только. А что? Ну, возможно, в другое подразделение, повышение по должности, по званию. Сейчас учусь заочно и работаю как бы. А участие с такого? На юриста. Работа сотрудников ППС интересна и разнообразна. Основная задача – следить за правопорядком. Отдельно внимание нетрезвым гражданам. Вот и этот мужчина гулял по Советскому проспекту в состоянии опьянения. Патрульно-постовые задержали прохожего и провели с ним профилактическую беседу. После чего доставили в дежурную часть для составления протокола. Работа мечты для некоторых, а для кого призвание. Просто помогать людям, охранять правопорядок и следить за соблюдением законов. Юрий Воронин, Максим Колосов. Новости провинции.